Уважаемые партнеры, здравствуйте, добрый день. Я рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Меня зовут Татьяна Захарова, я аккаунт-менеджер по работе с партнерами по рынку России и СНГ. Как вы знаете, нас ожидает релиз версии 18 уже скоро. Мы планируем, что это уже произойдет в ближайшее время. По нашим прогнозам это возможно даже уже в июле. Ничего, правда, гарантировать я не могу, но думаю, что уже мы близко к релизу. В связи с чем? У меня для вас отличные новости. До конца 2021 года мы снижаем цены на годовые подписки. И это самая главная новость дня на сегодня. Итак, мы сегодня с вами поговорим о снижении цен на годовые лицензии. Мы затронем ценообразование бессрочных лицензий и посмотрим, как изменились цены на подписку, на мейнтенанс. И рассмотрим пакеты скидок при покупке и продлении годовых лицензий сразу на несколько лет. Итак, начнем с промо-тарифов на годовые лицензии. Когда вы получили приглашение на вебинар, во вложенном файле у вас был прайс-лист с новыми промо-тарифами. И вы, возможно, уже заметили там изменения. Незначительные изменения произведены на стандартные годовые лицензии. Там мы наблюдаем коррекцию цен как в сторону снижения, так и в сторону незначительного повышения. Но основной фокус сделан на стоимости лицензии версии PRO и версии Enterprise. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, что версия PRO теперь стоит как стандартная, умноженная на коэффициент 1.5, хотя раньше применялся коэффициент 1.85, а стоимость лицензии версии Enterprise равна теперь как стандартная, умноженная на 1.85, в то время как раньше применялся коэффициент 2. То есть данное снижение применяется практически по всему прайсу на любой объем лицензий, начиная от 16 вызовов и далее по таблице. Подписка на стандартную годовую лицензию на 4 и на 8 одновременных вызовов осталась бесплатной, она всегда была бесплатной, ей так и останется. Важно отметить, что данные цены – это промо-тарифы, они действительны до 31 декабря 2021 года, и мы, конечно, заранее вас уведомим, что же нас ждет с 1 января следующего года. Я еще немножечко проговорю вам про промо-цены. Вот, например, версия профессиональная на 48 вызовов. Сейчас она стоит 1695 евро, раньше она стоила 1954, то есть здесь более чем на 250 евро мы наблюдаем снижение. На 128 вызовов 4675, а ранее она стоила больше 5000. То есть это существенное снижение, за счет чего мы планируем, что это поможет вам увеличить ваши продажи до конца текущего года. Я хотела бы остановиться в данном случае на стоимости бессрочных лицензий, потому что мы не скрывали, что будущее стоит за годовой подпиской, а не за продажей бессрочных лицензий. Мы отказываемся от бессрочных лицензий. Последние три года мы от вас этого не скрывали. Но, тем не менее, хорошей новостью является то, что бессрочные лицензии пока существуют, их пока можно приобрести, хотя в будущем мы ожидаем практически полный отказ от них. Это означает, что будет в будущем, скорее всего, невозможно покупать бессрочные лицензии. Что же касается тех лицензий, которые были куплены ранее, они, конечно, продолжат обслуживаться до тех пор, пока они оплачивают мейнтеннесс. Но, говоря о стоимости бессрочной лицензии и о целесообразности ее приобретения, нужно отметить, что ее стоимость в три раза дороже годовой лицензии. Я снова обращу ваше внимание на прайс-лист. Посмотрите, пожалуйста, на примере лицензии годовой на 32 вызова, 4 170, в то время как годовая стоит в три раза дешевле. Это означает, что капитальные затраты ваших клиентов значительно увеличиваются при покупке бессрочной лицензии. Следующей новостью является то, что теперь мейнтеннесс будет стоить столько же, сколько и стоит годовая лицензия. Иными словами, оплатив бессрочную лицензию, ежегодное обслуживание и подписка на обновление будет равна в данном случае на 32 вызова те же 1130 евро. Мы видим все равно, что сохраняется пропорция, когда стоимость мейнтеннесса составляет 30% от стоимости бессрочной лицензии. Но если вы помните раньше, этот разрыв, эта пропорция была ниже. То есть мейнтеннесс был равен приблизительно 27,5%, сейчас он равен 30%. Бессрочные лицензии, они менее гибкие. Мы помним, что невозможно сделать апгрейд бессрочной лицензии, например, версии PRO, с одного количества одновременных вызовов на большее количество вызовов, оставшись при этом в профессиональной версии. То есть любые апгрейды бессрочных лицензий возможны теперь только до версии Enterprise. И в этом их негибкость. Также обратим внимание, что бессрочные версии доступны теперь не для всех вариантов звонков, начиная с 32 и выше. Исчезли такие варианты бессрочных лицензий, как, например, 16 вызовов, которые были ранее доступны. Исчезли промежуточные варианты на 48 и 96 вызовов. И в этом также, в общем, меньшая вариативность по количеству вызовов для бессрочных лицензий. Она тоже играет роль при определении, какую же все-таки выбрать лицензию удобнее. Также хотела бы отметить, что пакеты скидок на мейнтенанс, которые применялись нами ранее, как вы помните, при покупке нескольких лет мейнтенанса, на 3 или на 5 лет, применялись скидки 10 и 15 процентов. Соответственно, больше данные скидки при покупке мейнтенанс не действуют и не будут больше действовать, никогда не будут применяться. Поэтому экономическая эффективность от вложения денег в бессрочные лицензии, она остается под вопросом. И мы, конечно, вас призываем к тому, чтобы вы продавали и ориентировались на годовые лицензии. По причине того, что ваш заработок становится более стабильным, более предсказуемым при продаже годовой лицензии, в то время как при бессрочной вы никогда не знаете, какой дальше будет план у клиента. Захочет он продлевать эту лицензию или он захочет отказаться от обновлений. Учитывайте, пожалуйста, это, когда вы планируете ваши проекты. Хотелось бы вам напомнить про обмен бессрочной лицензии на годовую так называемый трейд-ин. Вы можете сделать трейд-ин бесплатно в любое время в течение действия бессрочной лицензии. Таким образом клиент как будто получает дополнительный один год бесплатного обслуживания. То есть что происходит при трейд-ине? Вы в любой момент действия лицензии, при решении сделать трейд-ин, понимаете, что у вашего клиента осталось еще какое-то количество дней обслуживания оплаченного. При обмене бессрочной лицензии на годовую клиент получает один год бесплатного пользования и количество дней мейнтеннса, которое было оплаченным, прибавляется к лицензии. Таким образом он не потеряет количество оплаченных дней обслуживания. Обмен можно сделать быстро через ваш партнерский портал. Все, что нужно, это клиенту подтвердить. Факт обмена по ссылке, которая придет ему на почту. Я бы хотела обратить особое внимание ваше на своевременное управление ключами с истекающим сроком действия мейнтеннс. За 90 дней до истечения срока действия ключа в вашем портале в разделе «Expiring keys» у вас отображаются все бессрочные лицензии с истекающим сроком действия. И у вас таким образом есть целых три месяца, чтобы своевременно обменять лицензию на годовую, предпринять какие-то решения, может быть, по расширению количества звонков, пересмотреть набор услуг, если это необходимо, подписать договор с клиентом. Поэтому эти 90 дней, пожалуйста, используйте и не тяните время до последнего дня. Потому что бывали случаи, когда к нам обращались партнеры по клиентам, у которых срок действия бессрочной лицензии уже истек, и уже невозможно не продлить, ничего сделать. Клиенту начинают приходить уведомления о том, что его бессрочность, его мейнтеннс истекает за 30 дней. Также за 10 дней повторно приходит сообщение о том, что у него есть три варианта. Первый вариант – это обменять бессрочную на годовую. Второй вариант – это продлить мейнтеннс и остаться в текущей версии с текущими настройками. И третья версия – это не продлевать мейнтеннс и тогда потерять все обновления и вебмитинг. На эти уведомления, приходящие от RISIX, нужно реагировать обязательно, потому что если клиент не реагирует ни на одно из уведомлений, то система спустя 30 дней после истечения срока действия лицензии автоматически делает трейд-ин. И клиент может быть этим тоже недоволен. Поэтому, пожалуйста, своевременно управляйте этими ключами. Если в результате автоматического обмена, который произвела система спустя 30 дней после истечения срока действия, если в результате этого действия прошел год пользования годовой лицензией и дальше годовая лицензия не оплачивается, то она падает до бесплатной версии. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, призываю вас акцентировать внимание на годовых лицензиях, уходить от продажи бессрочных, а если у вас бессрочные лицензии остались, то своевременно ими управлять. Третья часть нашей презентации будет посвящена скидкам, пакетам скидок на продление годовых лицензий сразу на несколько лет. Пакеты скидок действуют на продление годовых лицензий на несколько лет. Каким образом? Три года продления дают 5% скида, 5% скидки, 5 лет продления, соответственно, 10% скидка. Эта скидка применяется на всю стоимость заказа, если пакет продления приобретен вместе с первым годом использования. Это значит, что если вы при покупке нового ключа, новой подписки сразу в данном заказе прибавляете 3 или 5 лет соответствующего продления, то в данном случае скидка 5 или 10% распространится на весь заказ, в том числе и на первый год, на первый ключ. А если же пакет продления приобретается в последствии, после приобретения ключа, отдельным заказом, то тогда скидка распространится только на количество лет продления. Скидка не распространяется на поддержку, на хостинг в тех странах, где это актуально. Как я уже сказала, скидки не действуют более на пакеты для мейнтенанс. И посмотрите, пожалуйста, следующий слайд калькуляции скидки, как это работает на примере. Вот приобретается лицензия на 16 вызовов, оплачивается 560 евро, новая цена, и сразу же в этом заказе добавляется три года продления. Таким образом, клиент как будто бы, ну то есть вы покупаете как будто бы 4 года в совокупности. Total стоимость 2240, из нее вычитается скидка и сумма к оплате 228. Далее из финальной стоимости после применения скидки вычитается ваша партнерская скидка. Вот таким образом это работает. Коллеги, пожалуйста, задайте вопросы, какие у вас появились, если есть какие-либо уточнения в чате. А я пока вернусь к слайду с ценами. Есть ли какие-то вопросы? Ну хорошо, если на данный момент нет вопросов по ценам, значит, ну они, возможно, у вас появятся. Вы, пожалуйста, мне пишите или звоните. Мы тогда их с вами обсудим в индивидуальном порядке. Подводя итог нашей сегодняшней презентации, я бы хотела также вам напомнить о нашем блоге. Там очень много публикуются новостей, касаемые новой 18-й версии. Просмотрите этот блог, как у вас появится время. И несколько слов хотелось бы сказать про форум. Поскольку я знаю, что у вас есть наверняка идеи по доработке, по совершенствованию продукта 3CX, я вас призываю описывать эти идеи на форуме. Вы знаете, что есть русскоговорящий форум, а есть английский форум, на котором гораздо больше трафика. Поэтому призываю вас в идеале писать на английском форуме, потому что можно получить больше голосов от партнеров и больше поддержки из большего числа стран. Таким образом, ваши идеи будут реализованы. Ну вот на этом и, наверное, все на сегодня. Я надеюсь, что данная новость по снижению цен и по введению промо-тарифов на годовые лицензии, эта новость для вас является существенной информацией для того, чтобы вы использовали вторую половину года для увеличения ваших продаж. И, возможно, если есть клиенты, которые сомневались, были у вас в работе, сейчас самое время воспользоваться этими промо-тарифами, может быть, пересмотреть набор услуг, может быть, кому-то сделать. Ваше коммерческое предложение будет более интересно для кого-то за счет того, что цена на лицензию снижена. Так что удачи во второй половине текущего года. Всем успехов. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите или звоните. Ну, а я надеюсь на приятную работу с вами. Желаю вам хорошего дня и всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok